На безопасность Свердловских школ, детских садов и техникумов в следующем году потратят 2 миллиарда рублей. Повысить расходы на антитеррористические меры пришлось в том числе из-за событий в Керчи. Сейчас же во всех учебных учреждениях начались неплановые проверки. Ревизор выясняет, готовы ли дети и их педагоги к экстренным ситуациям. Репортаж Яны Юмакаевой. Вам необходимо составить буклет на тему, как распознать террориста. По иронии судьбы сигнал тревоги звучит прямо во время урока безопасности. Теория тут же переходит в практику. Бросив портфель, ученики строятся по парам. По инструкции выходить из здания нужно строго за учителем. Второй В-26. Уже на улице учителя рапортуют о количестве эвакуированных учеников. Их пересчитывают, чтобы понять, кто мог остаться внутри. Сегодня в учебном пожаре никто не пострадал. Из седьмой школы успели выйти все. Время. Время. Пять минут. Приложились в норму. По нормативам не более десяти. Экзамен на этом не окончен. Сотрудники МЧС проверяют исправность систем безопасности внутри здания. Нам нужны пути эвакуации для того, чтобы эвакуироваться зданием. Для того, чтобы своевременно обнаружить возгорание, нам необходима система обнаружения пожара. Это система пожарной сигнализации. Для того, чтобы своевременно и в полной мере быть всем информированным о наличии возгорания, нам нужна система оповещения людей в случае возникновения пожара. В поле зрения ревизоров попадает и пропускная система на входе. Почти как в военных частях здесь дежурит охранник, установлен турникет с пропусками и металлодетектором. Такие КПП в этом году появились во всех школах города. Если рамка металлоискателя срабатывает, то сотрудник охраны предлагает человеку, у которого сработала рамка металлодетектора, показать средства, показать вещи, на которые происходит сработка. Как правило, это ключи, то есть это объемные металлические предметы. В каждой школе разработан паспорт безопасности, перечень мер по профилактике разного рода ЧП. Несмотря на это прорехи в броне имеются, стоит только вспомнить стрельбу в политехническом колледже Керчи. Он выбегает в коридор и здесь стреляет? В данном случае он просто, то есть дети просто так не выбегут. Первым выходит учитель. То есть он открывает дверь и дальше дети строят. Все погибают. Что делать? Какие-то упражнения есть? Кто-то вас учет. Чтобы такие вопросы не оставались без ответов, в Екатеринбурге и проходят проверки. Рейды, как сегодня в седьмой школе, запланированы во всех учебных заведениях. От детских садов до вузов. К ревизорам от МЧС присоединятся также сотрудники прокуратуры. Яна Юмакаева, Андрей Полякушин. События ОТВ.